ВИТАЮ Выглядите, что это дневный выпуск новин полка Калиновского. Начнем с новин с фронта. Минометчики батальона «Волот» полка Калиновского працавали по поставленных целях, які знищены поспехово. В аэры батальона «Литвин» на хэтым тэй дні поспехово выполняли задачи, выветки и аэровые ветки, поставленные командованием. Так само в аэры батальона «Литвин» и «Волот» приступили до выполнения огульной боевой задачи, подробностей, о которой мы сможем раскрыть после ее завершения. Страт и тяжко поранених на хэтым тэй дні нема. Важной подъей на хэтым тэй дні стала встреча у Киеве представником полка Калиновского с межфракционным депутатским объединением Верховной Ради Украины «Демократичная Беларусь». Украинский бок выказал повагу беларусам, которые смагаются соцзброей в руках за Украину и задекларировали желание сотрудничать с полком Калиновского как с представником беларуского народа. Были обмиркованы войско-політичные вопросы и планы развития полка Калиновского. По выниках встречи были приняты несколько важных решений. У отказ на запад ВРО полка Калиновского депутаты Верховной Рады Украины запреподвинуть Кабинестру министров унести измену в постанову про выплаты семьям загинувших беларуских ВРО. Так само депутаты решили вынести на голосование постанову о признании Беларуси часово окупованной Россией территорией. Домовились, что депутаты Верховной Рады Украины разом с представниками полка Калиновского будут отстоивать интересы беларуского народа в европейских и соцветных парламентских институциях ОБСЕ, ПАРЭ, парламентской асамблеи НАТО. Так само в Киеве пришла встреча представников полка Калиновского с литовской делегацией начале с вице-спикером сейма Литовской Республики Паулюсом Саудергасом и кривником комитета национальной безопасности сейма Лауринасом Кашчуносом. Так само на встрече присущенного старшиня парламентской группы Сяброста с Литвой Верховной Ради Украины народный депутат Игорь Гусь. Были узняты питания беларуско-литовских отношений в контексте российской агрессии в отношении до Украины и мягчимой агрессии в отношении до Литвы. Кроме того, были обмерзваны питания потреб подразделения и этапы оказания необходимой допомоги. Баки окреслили накерунки мягчимого взаимодействия, погодились наладить сталые стосунки и сотрудничество. На данный день мы проведем стрим, где представники полка Калиновского прокоментуют и откажут на питания по этим и другим актуальным темам. Команда АРВ «Видки» подразделения «Погоння» вошла в склад полка и мякостя Калиновского. Это является главным шагом для объединения всех белорусских доброохранителей и для создания белорусского свободного войска. Вы можете поддерживать полк, оказавшую спонсорскую и волонтерскую допомогу. Информация о том, как это сделать, и контакты для спонсоров и волонтеров можно увидеть на экране и в описании для релиза, а также на нашем сайте. Про все важные подеи у жити полка, о которых мы осветляем у пресс-релизи, вы можете больше подробно доведаться в публикациях в наших социальных сетках и на официальном сайте полка. Спасибо за внимание и до встречи в наступный понедельник. Живе Беларусь! Слава Украине!